Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 июня и по просьбе одной зрительницы, которая просила еще раз очень подробно показать, как я вот свои два томата, свои четыре ствола привязываю к одному колышку. Я сейчас вот нашла, на котором очень хорошо видно, который не сильно облицвленный и прям как учебное пособие. Так, Надя, ты бы ушла куда-нибудь? Уйди. Уйди, мне нужно подойти. Это что за Надя такая? Вот смотрите, эти томаты привязаны уже два раза. Первый раз, когда только высаживаем, привязываем. Потом они, конечно, подрастают, еще раз привязываем. И вот наступает пора, когда или ствол раздваивается, или просто оставленный лидирующий пасынок становится такой же, как этот ствол, и они начинают разваливаться, и мы их привязываем еще раз. Вот видите, что получается, если вовремя не привязать. Плоды наливаются, и куст выпадает в проход. Сейчас я, у меня одна рука уже занята, сейчас я петли слабенько так накину, и потом покажу, как я делаю. Вот я эти два, ну как стволика, слабой петлей притянула, оставляя, ну как на вырост расстояния, фиксирую колушку, и потом точно так же, я сейчас вот эти два ствола еще раз привяжу, и тоже притягиваю колушку. Получается, вот восьмерка здесь, то есть одна петля на растениях и на колушке, и восьмерка как бы с этой стороны. Как получается, двойная восьмерка. Вот на этом кустике вообще очень все хорошо видно, сейчас я до конца завяжу и покажу еще. Ну вот теперь они, оба томата подтянуты. Этот с одной стороны, этот с другой стороны. Итак, привязан весь ряд. Вот видите, тут тоже уже... Надя, дай пройти-то. Что такое? Тут вот тоже уже томаты еще нужно привязывать, потому что плоды налились, и они начинают утягивать кусты в проход. Вот здесь не привязаны, тут уже привязаны. Когда их подтягиваешь в колу, получаются и проходы большие, и им хватает места. Все, я надеюсь, ответила на этот вопрос зрительницы. Продолжение следует...